Двое маленьких детей погибли, провалившись под лед. Случилось это в селе Авилоуспенко Матвеево-Курганского района. Брат и сестра 6 и 8 лет вышли на еще тонкий лед искусственного водоема. Тот не выдержал. Очевидцы вытащили девочку из воды, но откачать не смогли. Тело мальчика нашли позже. Следком проводят доследственную проверку, а спасатели в очередной раз просят не оставлять детей без присмотра и не выходить на неокрепший лед. В Ростовской области пока только в Верхнедонском районе лед закрепился толщиной 10 сантиметров, а в остальных местах рисковать пока не стоит. Мужчину с гранатой обезвредил оказавшийся в нужное время в нужном месте полицейский. Сержант Сергей Бережной был в магазине в Таганроге, когда туда вошел пьяный гражданин и стал требовать от продавца вернуть деньги за купленный раньше алкоголь. Получив отказ, ушел, но вернулся не с пустыми руками. Я уже стоял на кассе и в этот момент в магазин зашел неизвестный мне мужчина, который достал из кармана предмет консультина, схожий с гранатой и стал уезжать за рвать. В магазине находилось большое количество людей, которые могли бы пострадать. Оценил обстановку, я стал сокращать дистанцию, приблизились к нему. Я выхватил указанный предмет, который находился в руках, после чего произвел его задержание. По заключению эксперта, оружием оказалась боевая ручная осколочная граната Ф-1, причем в рабочем состоянии. Возбуждено уголовное дело подозреваемой под стражей. Легковой автомобиль, ехавший по проспекту с тачки, сгорел сегодня утром. В половине девятого его тушили две единицы техники и девять пожарных. На это ушло всего 7 минут, но к тому времени машина успела выгореть полностью. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет. Тариф на эвакуацию автомобилей в Ростове с началом года вырос почти на 250 рублей. Раньше за неправильную парковку водитель карался суммой 3403 рубля. Теперь вывоз на штрафстоянку стоит 3648 рублей и еще 74 копейки. Кроме того, изменилась стоимость пребывания авто на штрафстоянке. За час такого удовольствия владельцу в зависимости от габаритов и веса транспорта придется заплатить от 12 рублей, это мотоциклы, до 72. За легковую машину нужно будет отдавать за каждые 60 минут 24 рубля 9 копеек вместо прошлогодних 22 рублей 47 копеек. То есть прибавка рубль 62. Это повышение привязано к индексу потребительских цен. На 2024 год Министерством экономического развития Российской Федерации определен размер индекса потребительских цен 7,2%. Соответственно, на 7,2% изменятся тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. Помимо тарифов, региональная служба по тарифам утверждает также сроки оплаты. Сроки оплаты у нас утверждены были в 2017 году, они не меняются, составляют 30 дней с момента задержания транспортного средства и перемещения его на специализированную стоянку. А если еще не забывать о штрафах за неправильную парковку, сверх этих сумм стоит быть внимательнее и правила не нарушать. Интересно вышло в календаре чемпионата страны по гандболу. И ЦСКА, и Ростов-Дон открывали свой спортивный год встречами с Черноморочкой. Клуб из Новороссийска – новичок высшего дивизиона, но идет сейчас на высоком четвертом месте. Хотя до двух лидеров ему явно далеко. Москвичкам девушки с Черного моря в начале января уступили просто унизительно от 22-42. И ничего хорошего не ждало их в Ростове. Гости вели только после первого гола своего лучшего бомбардира Никитина и ставшего первым в матче. А дальше Моногарова убегает в отрыв и начинает свой забой Зеленкова. Сразу скажем, по итогу она забросит 9 голов всего 10 бросками и вполне логично получит приз лучшего игрока матча. В целом на равных и то с натяжкой Черноморочки бежали до 14-й минуты, когда Никитина эффектно исполнила воздушку. Местью стали три наших безответных мяча. Отрыв вырос до плюс 4 и быстро продолжал расти. Особенно опасна Зеленкова. Соперницы не могут накрыть ее дальние броски, даже когда они предельно похожи друг на друга. Так к перерыву счет становится разгромным 19-11. Во втором тайме оставалось любоваться эстетикой гандбола, и наши девушки, как всегда, старались исполнять. Тут нам и парашют Моногаровой, и дальняя девятка с близкого расстояния в проходе Зеленковой. Три из трех укладывает вполне, кажется, освоившаяся в новом клубе Кишко. А Анна Сень, не обращая внимания на счеты и возможность поберечь силы, выдает бенефисный отрезок. Сначала красивый гол в падении, как линейное. А следом в роли бегунков крайних она уже в отрыве. Кстати, убегать в отрывы помогла супернадежная игра в воротах Казьменко. У нее 50% спасений. Ростов-Дон победил 37-23 и с потерей настолько повредившая ногу Амельченко. А следующий матч будет гораздо интереснее. Мощно потренировавшись на бедолаге Черноморочки, Ростов-Дон и ЦСКА сыграют в Москве в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин